Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами разговариваем о том, когда снимать укрытие с винограда. Сразу скажу, что каких-то универсальных рецептов, универсальных дат нет и не будет. Все мы с вами зависим от природы, от погоды. Но существует как бы два таких основных принципа. Либо мы открываем довольно рано, либо второй вариант. У нас есть, скажем так, опасный период возвратных заморозков. Это период в Беларуси, в частности, в Минской области. Да, я думаю, что во всей средней полосе это приблизительный период с 1 по 9 мая. То есть, либо мы максимально стараемся додержать наш виноград под укрытием до этой даты. Но, опять же, чем руководствоваться? Смотрите, если у нас, например, была поздняя весна, иногда бывает, что в начале апреля, а бывает, что чуть ли не в середине только сходит снег, тогда, конечно, мы вполне можем виноград держать под укрытием до этих дат, до начала мая. С другой стороны, если весна такая, как в этом году, пришла довольно рано, а вообще и зимы, собственно, не было, то держать до этих дат нам будет очень-очень сложно. В любом случае уже и почвы довольно неплохо прогреваются, начинаются сокодвижения, и потом будут проблемы с подвязкой, ну и, в принципе, растение начинает сильно расти. Поэтому, например, в этом году мы снимать будем укрытие довольно скоро, но пока что еще рановато. Значит, мы смотрим на что? Чтобы не было ночных отрицательных температур. Когда у нас нормальные дневные температуры, и ночью нет минуса, тогда мы смело можем снимать укрытие. Если, например, вы хотите снимать раньше, ну не всегда это оправданно, и не всегда это хорошо. Почему? Потому что почки могут иссушаться, под солнцем, и надо смотреть состояние почек. Давайте мы сейчас с вами пройдем, я покажу, что сейчас происходит на моем винограднике, и поясню, что я имею в виду. Ну вот здесь у нас лоза русского раннего, она еще спит, и поэтому даже если какой-то ноль придет, то, в принципе, сильно страшного ничего не будет. Хотя тоже нежелательно. И вот смотрите, это лоза в теплице. Несмотря на то, что мы сняли поликарбонат, поликарбонат недели три назад, ну потому что его надо менять. И, казалось бы, здесь почти такие же условия, как на улице, но почки стали опушаться. Я сейчас приближу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Видите? Вот он, почка вскрылась, и на ней такой пушок. Вот для такой почки даже ноль будет очень-очень опасен. Конечно, стоит помнить об опасности возвратных заморозков, как мы спасались от них в прошлом году. Под видео, нажав кнопку еще я, оставлю ссылку на видео. Если, например, у вас лозы закопаны в земле, то в таком случае не стоит особо их трогать. Я думаю, что вы вполне сможете продержать их до того периода, когда опасность заморозков полностью минует. Но все равно вы всегда смотрите по вашим условиям, по вашим прогнозам погоды и по состоянию ваших лоз. Ну, еще такой момент, на который хотелось бы обратить внимание. Как видите, я использую синтетический материал. Это синтетический ватин. Если у вас какие-то природные материалы, например, солома, либо папоротник, то можно раскрыть немножко, посмотреть, что там вообще происходит. Может быть, что-то где-то подмокло, чтобы не под привало, проветрить. Ну, и смотреть прогноз погоды. А на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео мои контакты и ссылка на каталог наших сортов винограда. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok